Взаимные претензии у строителей и заказчика Рундальской краевой дома есть не только по поводу первой очереди проекта мультифункционального центра. Вторая очередь начата, но стройинженер самоуправления показывает кривые стены и опадающую штукатурку. Проблемы и с канализацией, да ещё и крыша течёт. Специалист по стройнадзору всё время следил и указывал на проблемы. Эти работы не были оплачены. Вроде переделывали, исправляли, но крышу уже много раз латали. Результат, честно говоря, такой же. Заказчик в растерянности. У строительной фирмы, которая возводит центр, хорошая репутация. Тем не менее, Госбюро по надзору за строительством останавливало стройку уже несколько раз. Список проблем длинный. Однако их устранение проходило всё дольше. А теперь строители и вовсе покинули площадку. Оказывается, такой же длинный список претензий строителей к заказчику. Но главная причина ухода — задержка с оплатой работ. В проекте есть много дополнительных работ. Оплата в договоре предусмотрена раз в месяц. Но за дополнительные работы не платят. И так — 7 месяцев. Но сколько предприятие может работать в таких условиях? По словам строителей, все недочёты, указанные бюро по надзору за строительством, устранены. И заказчик должен был сообщить об этом в бюро. Но не сделал этого. Впрочем, в бюро говорят, это не так. Проблемы устранены не полностью. А в доме и вовсе отказываются платить за некачественную работу. И хотят расторгнуть договор. Мы хотели достичь взаимного соглашения. Ведь обычно кризис разрешают путём переговоров. Но строитель открыто выражает нежелание продолжать отношения. И покинул объект. Хотя этот договор им не предусмотрен. Мы намерены расторгнуть договор в одностороннем порядке. Чтобы работу могла продолжить другая фирма, часть построенного, скорее всего, придётся снести. К примеру, стены амфитеатра, у которых отклонение от проекта составляет 90 сантиметров. Общая стоимость проекта планировалась в размере полутора миллионов евро. Но, похоже, он обойдётся в большую сумму. Яна Рубинчик, Латвийское телевидение совместно с Земгольским региональным телевидением.